Вот, ну, понятия карточный ремонт не существует, это уже было озвучено или сформулировано, сформулировано не мной. Вот, я обычно говорю устройство так называемых карт. Вообще, если говорить техническим языком, это замена изношенной верхних слоев дорожного покрытия. А почему мы говорим картами? Потому что в рамках содержания разрешается фрезеровать и восстанавливать изношенный слой протяженностью, непрерывной протяженностью до 100 метров в рамках содержания. В рамках ремонта это можно делать бесконечно, так как у нас вот эти неотложные, вернее, средства выделены на неотложные аварийно-восстановительные мероприятия. Как в своем докладе министр федеральный наш Максим Соколов, 29 апреля, по-моему, выступает, сказал, что деньги будут выделяться именно на мероприятии по содержанию, не только по ремонту, по содержанию, который позволяет без проекта, на разработку которого очень много времени нужно, без прохождения госэкспертизы, и даже не по ремонту, а по содержанию ликвидировать дефекты, вот чем мы сейчас в том числе и занимаемся на этих средствах. Поэтому, когда умирают там карточный ремонт, я еще раз оговорюсь, я говорю, устройство так называемых карт, это как раз, это имеется в виду. Я так понимаю, от ямочного отличается протяженностью, да? Площадью самого ремонта, раз, и протяженностью. Ямочный ремонт, он, как правило, там, кроссфиксирует до одного метра, до трех метров, там, до пяти, есть понятие, свыше, или свыше пяти, да? Вот, но это, ну, к примеру, 4 на 4, 16 квадратных метров, да? Ну, понятно. Тоже ямочный ремонт. Тоже ямочный ремонт. С другой стороны, небольшая карта, да? Вот, а в рамках замены вот этих изношенных слоев мы можем это сделать длиной и пять метров, или меньше там, или чуть, или больше. Но предельная его длина, протяженность должна составлять, если в рамках созердания, не более ста метров. Не более ста метров. Спасибо большое за комментарий. Спасибо.